приветствую вас господа вы на канале либо сегодня у нас первый взгляд игры под названием endless space игра 4x стратегия можно сказать даже стратегия глобального масштаба конечно же космическая получается у нас и endless space все еще находится в раннем доступе она вышла вчера буквально и я немного кстати поиграл но к сожалению пока еще русского языка нет поэтому будем с вами разбираться именно на английском языке игра для space вообще она мне сильно затянула еще в прошлом году или позапрошлым когда она у нас у меня впервые появилась я в не очень долгое время проиграл даже с сетевых сражениях поиграл со своими друзьями и у нее есть какая-то знаете своеобразная фича ее конечно нельзя сравнивать например с тоже игрой от парадокс сталарис ну так или иначе тут тоже и свои фишки и свои плюсы давайте посмотрим пока что у нас доступно только четыре расы это у нас сафонс кровер с эти такие за эти пожиратели жесткие ребятишки вот водой в водяни и люмерис люмерис эти ребята любят торговать вообще ввести какие-то там торговые отношения ну сафонса у них тоже есть всякие плюсы и минусы давайте посмотрим так они кстати в ближнем бою никакие то есть у них минус 20 процентов к защиты в ближнем бою то здесь идут кстати еще и захват планеты так fast travels у них плюс два очка у каждого корабля то есть они намного быстрее передвигаются чем остальные раз и вот они этим и делом превосходят ладно а пожиратели но я так понимаю пожирателей у них плюс 10 процентов к защиты и к хп в системах хорошо хорошие флоты у них большие флоты плюс 2 к сенсором в империи и минус 20 процентов к содержанию во всем всем флотам у этих ребят хорошо смотрим дальше а это какая-то по всей видимости секта либо религиозно какая-то фракция раз если так правильно выразиться кстати у это раз есть своеобразный челнок не не челнок рассказать арк то есть это господи я забыл как арк переводится на русской то ну ладно ковчег во вот у них есть ковчег вот у них как-то своеобразная механика что ли игры я не совсем понял но у них кстати тоже хорошая защита в ближе бою и хороший этот хп ну ну и как в конце концов давайте посмотрим люми рис у них плюс 20 лайков то есть это настроение за каждую систему получается традиции у них какие-то но и конечно же пробы они могут выпускать плюс 2 эти пробы они как сказать сенсоры то есть нам нужно конечно исследовать галактику полностью то есть я вам потом во время игры покажу ну что уж давайте сначала водяне на рассмотрим у них как раз ковчег есть это довольно такая новая система а потом других видео мы посмотрим еще другие расы надеваем скафандры всем приятного просмотра так выберем на 4 раз и а и то есть это я буду в красного цвета другие будут желтого синего и оранжевого цвета какую галактику мы спиральному поставим либо давайте оставим такую галактику это у нас такая знаете зеркальная так называемая то она будет центр маленький и с двух сторон такие большие шары для такой так это у нас средняя маленькая очень маленькая большой нет хочу отметить то что игра пока еще находится в раннем доступе и когда запустил игру мне разработчики предупредили типа это все дело еще не завершено так возраст галактики молодая нормально старая или рандом случайно хорошо но в принципе все оставим как есть скорость игра ставим нормальную может принципе поставить очень быструю а очень медленной очень медленной endless сложность у нас будет стоять конечно же нормал тоже здесь у нас нейтральные какие-то фракции под фракции прочим ну что ж поехали посмотрим что ты за игра и как раз напишет в комментариях дорогие друзья как вам такая игра вообще играли вы вообще в первой серии первой части и чтобы вообще ожидать от этой игры я конечно же ожидаю русской русского языка сначала же чтоб наверняка разобраться что ничего не все это дело и полезно мне вот здесь вóспе и в в в в в в в в в Продолжение следует... 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 ковчег он я так понимаю а его можно поменять и он у нас боевой обалдеть можем даже покрутить посмотреть и все наши жители непосредственно живут в этом ковчеге если мы уже даже анчорик сделаем но посмотрим вот он кстати находится мы можем нажать чтобы он ушел с этой системы и начал передвигаться но уйдя с этой системы мы покинем эту систему если честно я так не до конца понял как вообще происходит здесь заселение именно за эту расу нам придется потом попозже разобраться что-то клана давать пока отменим это дело м1 начнем создавать шесть ходов а потом дальше больше уже будем строить другие вещи сдаем ход игра пошаговая да те кто не знает у нас уже кстати из несколько ресурсов кстати пробуем можем уже вытаскивать нет да вот они кстати launch props ну-ка давайте посмотрим вот сюда пустим один одну пробку вот сюда и 3 3 сенсор вот сюда отправим план давайте тогда в разные стороны вот так вот эти сенсоры появляются потом через определенное время у мы открыли новую систему ngc 205 если мы нажимаем на эту систему у нас будет такая небольшая демонстрация нет мою не до конца открыли она как это непонятная последний раз как это нейтронная либо черная дыра интересно играть конечно своеобразная такая да ну что же давайте еще раз дадим ход я не хочу пока покинуть свою систему потому что возможно здесь будут пираты у нас ага у нас появляется новая миссия нам надо уничтожить всех пиратов находящийся вот давайте на нам надо закрепить эту миссию и посмотреть локацию пирата находится вот здесь у на придется долго лететь ну да ладно потом разберемся так через два хода у нас закончится у нас эти первое исследование закончилась у нас идет второе исследование хорошо ну чё через один ход первое менеджмент кстати мы с вами не назначили свое героя куда бы его назначить интересно давайте его надо в ковчеге назначим я думаю так будет самое хорошо там хорошее решение при его присутствии до во всем его назначили мне кажется будет лучше и проще управлять этим делом ну чтож появился у нас новый корабль мы можем его сейчас кстати где он там на появился то у нас вот он кстати м1 запустить свой корабль он у нас появляется непосредственно вот здесь вот подождите куда он попал то кораблик м1 а вот он вот он м1 вот именно и его мы приказываем ему чтобы он автоматически исследовал автоматически автоматическое исследование да кстати у него есть пробки мы заметили новую расу с ними у нас отношения такие так себе нейтральные можем начать переговоры кстати у нас тоже есть а нет вернее необходимых данных навыков чтобы это дело производить да первый контакт для разных переговоров нам нужны эти очки популяция почему-то у нас опять отношения начали ухудшаться я хочу вам бой показать ну пока что на одном корабле а потом дальше больше уже будет огромные большие баталии ну что ж господа мы с вами открыли первую систему в этой системе находится именно эти ребята давайте посмотрим синг планета в принципе средняя и она уже колонизирована вторая планета цинг 2 здесь кстати очень очень много еды производство довольно хорошее но науки вообще нет цинг 3 здесь очень много денег можно заработать построить какие-то заводы ну и конечно же четвертая планета это у нас научная планета графика просто впечатляет хорошо я надеюсь сейчас мы сможем в принципе наверное так это у нас первое задание давайте все таки отправим еще одну эскадрилью вот в ту сторону надеюсь нас там не перехватит оп 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 это кто у нас такие неизвестная империя возможно сейчас нас атакует нам надо кстати давайте сейчас продолжим изучение так атолл такая планета есть класс планеты давайте тоже изучим бойцы давайте назад назад пока назад я не знаю эту империю подожди лучше подкрепление тихо нам надо обидеть своих бойцов так академию какую-то мы с вами открыли опа блин уже битва нас перехватили дорогие друзья и вполне вероятно то что мы здесь проиграем блин это плохо отступить бы а ух ты ж твою ж налево они нас уже атаковали а я отошел отсюда ладно нам придется отступить назад зря я конечно одним кораблем ушел не вовремя ну что шла там вот теперь мы можем тактически посмотреть то есть это у нас поле битвы мы можем сделать ну давайте вот такую тактику оставим я если честно еще не до конца понял как это происходит то есть close это очень близко это у нас снайперская позиция ну вот так вот можем их перехватить если мы победим эту битву это будет что-то с чем-то это мои первые битвы игра можно сказать недавно я ее скачал купил а вот так вот кстати битвы и происходит мы можем сделать фри камера то есть собственно сами управлять камерой наблюдать за своим кораблем либо можем автоматическую камеру сделать кстати там уже пошли пушки начали автоматически раздвигаться и готовиться к битве ну представьте что будет если у нас будут огромные баталии например огромный флот против огромного флота вот это вот полная жесть я перематываю время сейчас падет жара ну пошла жари сейчас ну давай мы походу проиграем да его глаз корабля намного выше чем мой мы мы боем не можем управлять то есть они сами все это делают мы можем просто направлять либо выйти с этого боя да ничья это была ничья ребята да мы его кстати повредили довольно хорошо давайте продолжим тогда свои поиски нам надо все таки перехватить этих ребятишек и наверное флотом надо больше нас опять атаковали те же ребята ну что ж давайте хорошо еще раз повторением отключения стандартная тактика сейчас мы их точно херанем поехали EVERSUS Мавирус Пошел прыг Ну, давайте Смотрите, у нас повреждены уже модули Это те же корабли Та же баталья, можно сказать Тоже сражение Мы можем посмотреть целостность нашего корабля Скан сделает, да? Ну, посмотреть статистику Что вообще происходит с нашим кораблем И с кораблем противника Ускорим время Не, графика довольно интересна Ну, давайте, ребят, давайте, давайте, давайте При камере Невероятно Нет, все-таки автоматическая камера намного лучше, да, смотрится? Давай, 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 давай Шатай его, шатай Док сканирования Поэтому хватит уже церемониться Пока что один корабль справляется Поэтому возвращаем своего бойца Закачиваем Завершаем ход Ну что ж, в эту игру можно играть, дорогие друзья, бесконечно Я думаю Поэтому Битвы вы посмотрели, как они выглядят Конечно же, мы будем продолжать Знакомиться с этим миром Непонятным для меня Ну, так или иначе Игра еще находится в разработке Я надеюсь, что Блин Первая серия вообще Прошу прощения Первая серия вообще у меня вот Именно Endless Space первая часть Она мне заняла где-то Я в нее проиграл, кажется, 190 часов Я как-то В какой-то момент очень долго в нее играл Я любил эту игру Это было еще давно Еще до того, как я начал записывать, кажется Если я не ошибаюсь Я не помню Такое время было То, что я очень много в нее играл Вторая часть, конечно Пока что непонятна совсем Потому что я еще не всю механику узнал Но так или иначе Игра интересная Игра очень интересная Очень много разных систем Красиво все Такая подача пошла И приятная музыка За каждую фракцию За каждую расу Если вы играете Там отдельная музыка какая-то идет Четыре расы На этом разработчик остановиться не будут Будут еще другие расы какие-то Эвенты Ну и карты Вот так вот это дело выглядит Ну что ж, дорогие друзья Это была очередная серия игры Под названием Очередная серия Первый взгляд, можно сказать Endless Space 2 Игра, кстати, доступна в Steam В Steam игра скоро будет Она еще не доступна Желаю вам удачи Играйте в серьезные игры Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok